Всем привет, мои дорогие! Сегодня мы с вами приготовим настоящий весенний салат, который называется французский. Он получается очень нежный и очень вкусный. Приступим? Друзья, сегодня приготовим вот такой вот вкусный, нежный, пышный салат, который называется французский. Первое, что нам понадобится, это одна морковь. В зависимости от размера салата, соответственно, берем продукты, если меньше, значит берем продукты меньше по количеству, если больше, то больше. У меня вот такая морковь. Трем ее на мелкой терке. Сырую морковь, ребят. Перекладываем морковку в тарелочку. Затем отправляем к морковке один зубчик чеснока. Соответственно, если моркови больше, то чеснока 2 зубчика. Затем в морковку добавляем 2 столовые ложки майонеза. И все хорошо перемешиваем до однородности. Затем нам нужны яйца вареные. Мы разделяем их, отделяем белок от желтка. И натирать будем их тоже на мелкой терке, только по отдельности. Белок отдельный, желток отдельный. Натираем. Далее желтки. Затем нам понадобится секретный ингредиент. Это плавленый сырок. Натираем его тоже на мелкой терке. Чтобы наш сырок хорошо натирался, его необходимо минут за 15 до приготовления положить в морозилку. Тогда он будет хорошо натираться. Друзья, теперь формируем наш салатик. Первое, что мы кладем, это плавленые сырки. Распределяем их по тарелочке. Выкладываем сырок, но не весь, половина примерно. Далее необходимо делать сеточку из майонеза. Затем выкладываем белок, тоже не весь, тоже примерно половина. Затем снова делаем сеточку из майонеза. Друзья, а еще другие рецепты вы можете посмотреть у меня на канале. Сверху выкладываем морковку. Затем нам понадобится одно твердое кисло-сладкое яблоко. И мы будем натирать его на крупной терке. Это важно, потому что если будем делать на мелкой терке, то будет только один сок. Выкладываем снова морковь. Распределяем. Здесь майонезом сверху делать сеточку не нужно. Здесь его достаточно. Сверху покрываем слоем сырков. Он получается таким легким, пушистым, нежным. Снова делаем сеточку из майонеза. Затем оставшиеся белки сверху. Снова делаем сеточку из майонеза. Друзья, и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Также натираем на мелкой терке твердый сыр. Примерно грамм 50, наверное. Покрываем сверху такую заключительную шапочку. Снова майонезная сеточка. И заключительный слой это наши желтки. Этому салату даже не нужно пропитываться. Можно кушать сразу, прямо сейчас. Мои дорогие, приятного вам аппетита! Готовьте с удовольствием! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Т.Горректор А.Кулакова